Сегодня в администрации города состоялось заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Собравшиеся обсудили аварию на электростанции. Этот вопрос внес коррективы в поездку дня. Изначально в ней предполагалось всего три пункта. Подведение итогов работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, результаты проверки гидрантов и пожарных водоемов, а также вопрос разработки паспортов безопасности. Максим Швец продолжит тему. В начале заседания председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Равиль Касимов, озвучил собравшимся план повестки дня. Один из вопросов касался наружного противопожарного водоснабжения города. По статистике в Лабутнангах каждый третий пожар тушится с использованием гидрантов или пожар водоемов. Но проверка, во время которой было обследовано более 200 объектов, показала, далеко не все они пригодны к эксплуатации. В связи с этим комиссии было принято решение создания специальной группы, в состав которой войдут представители ресурсоснабжающей организации, управления ЖКХ и службы пожаротушения. В заседании комиссии было принято решение создать рабочую группу по инвентаризации пожарных гидрантов, пожарных водоемов с целью определения их принадлежности. Либо они принадлежат муниципалитету, либо принадлежат частным лицам, либо это ИП, либо организации какие-то частные. Также в ходе совещания члены комиссии подвели итоги проверки образовательных учреждений в канун нового учебного года с точки зрения их безопасности. Тогда был вынесен ряд предписаний, в частности, устранить недочеты должны были в школе номер 8 и детском саду «Сказка». Далее начальник управления ЖКХ и транспорта Николай Мурашкин обратил внимание собравшихся на состояние водопровода от водозабора до станции третьего подъема. Большое количество опор требует ремонта. Ответственность за этот объект несет предприятие «Теплоэнергетика». Со стороны предприятия был обследован водород, выявлены слабые места. И вот на сегодняшний момент работы по восстановлению опор под водоводом уже ведутся там, где погодные условия. В районе ручья Желтый там немножко есть затруднений из-за погодных условий. И вот когда там все замерзнет, когда можно будет добраться туда техники, там тоже проведутся все работы восстановительные, где опоры под водоводом упали. Не обошли стороной вчерашнюю ситуацию с отключением электричества. Первое произошло в 7.20 из-за аварии на электростанции. Второе – 6 вечера. Некоторые районы города остались обесточены из-за пуска наладочных работ. «В связи с тем, что генераторы могут попасть на несинкронные режимы, была бы полная остановка станции, в очередной раз более плачевные последствия. Поэтому остановка была чисто технологически и в максимально короткие сроки, насколько было это возможно, эти две операции были выполнены». «Если есть какие-то плановые предупредительные работы, о которых руководство компании знает, чтобы заблаговременно предупреждали население, либо подавалась информация в ГУОЧС, чтобы специалисты ГУОЧС, ЕДДС оповестили руководство предприятия, организации, учреждений города». В завершении 20-го заседания Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Равель Касимов поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в 2013 году. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».